Всем привет! Меня зовут Андрей Петров, я визажист и блогер. И сегодня мы будем делать макияж, потому что скоро Новый год и нужно сделать что-нибудь праздничное. Я думаю, сделаем с красной помадой макияж. Свой повседневный макияж я, в общем, начинаю с праймера. Это у меня праймер-фиксатор, который я наношу на все лицо, для того, чтобы освежить кожу и подготовить все их нанесение тональной основы. Дальше я наношу уже свою тональную основу, свою любимую, лямер. Я беру пушистую синтетическую кисть и разношу по всему лицу тональную основу. Тон я наношу всегда еще и на шею, потому что это очень важно, создать однородный цвет лица и шеи. Не забываем, конечно же, про уши. Следующий очень важный шаг – это нанесение консилера. Я люблю более плотные консилеры. Главное, наносить его не очень много. Я нанесу чуть больше, потому что все-таки праздник. Нужно получиться хорошо на фотографии. Я беру другую кисть, но можете взять ту же. И теперь растушевывайте консилер. Очень важно наносить консилер еще вот сюда, на краешек глаза, потому что здесь собираются все покраснения. И важно эту зону высохлить. Следующий этап макияжа – это скульптура лица. Построение скульптуры. Я для этого использую кремовый скульптор. Теперь наношу на зону скул и по периферии лица. И все это делать теперь тоже нужно растушевать. Очень важно прорисовать все тени, в том числе и на носу, поэтому я немного сейчас контурирую нос. Сейчас это выглядит, конечно, все странно, но после растушевки мы увидим, как мы преобразились. Следующий шаг, который я всегда выполняю – это нанесение хайлайтера. Обычно его используют после пудры, но я использую именно так, потому что так, мне кажется, что он выглядит более натурально, естественно, и кожа сияет как будто изнутри. Наношу на скуловую кость, под бровь, над бровью, обязательно на переносицу, на кончик носа, и можно немного на спинку. Безумно важно нанести этот же хайлайтер во внутренний уголок глаза, и это я делаю мизинчиком. Таким образом, взгляд у нас распахивается, и мы выглядим такими сонными и уставшими. И вот уже после этого этапа я наношу пудру. Просто закрепляем все, что мы нанесли до этого, и обязательно припудриваем всю Т-зону. Т-зона обязательно начнет сиять у нас, а там нам сияние не нужно. На кремовую коррекцию я накладываю еще и сухую. То есть я дублирую все те же места, куда я наносил кремовый скульптор. Их я дублирую вот таким скульптором от Dior. У меня есть два моих любимейших карандаша от Tom Ford, которые делают натуральные, естественные брови. Светлый оттенок я наношу в начало брови и на верхнюю получается грань брови. Темным я затемняю кончик брови и основание, чтобы наши брови казались более объемными. Так значительно лучше, но все равно их нужно еще прочесать. Но мне этого недостаточно, потому что я хочу еще их закрепить. И я использую тоже от Tom Ford вот такую тушь для бровей. И просто этой тушью я фиксирую брови. Следующий этап это нанесение теней. Я беру пушистую кисть из белки и наношу сначала светло-бежевый оттенок в складку века. Для того, чтобы немного просто оттенить ее. После этого я беру оттенок потемнее. Темный такой тепло-коричневый и наношу его на внешний уголок глаза. Я хочу добавить еще теней и добавляю их уже во внутреннюю часть века. Вот этот эффект затемнения внутреннего уголка глаза. Нужен для того, чтобы века и глаз визуально вышел вперед и казался еще больше. Беру вторую кисть чистую и теперь растушевываю все то, что нанес. Теперь беру кисть бочонок и набираю этот же темный оттенок и наношу его на нижнее веко. Ну вот, готово и теперь только это осталось растушевать. Я хочу добавить немного сияющих блесток на центр века, поэтому я использую вот такую базу. База нужна для того, чтобы ваши блестки просто приклеились на веко. Нужно нанести просто сияющие тени, тоже будет очень красиво. Блестки от Make Up For Ever просто на центр века. Блестки я фиксирую тем же спреем, праймером, фиксатором. Все, теперь они останутся у нас на глазах, пока мы их не смоем. Следующий шаг, который я просто обожаю, это тушь. Хочу ее нанести прям очень активно. На праздник можно. Все, ресницы готовы, мне уже нравятся. Сейчас настало время перейти к основному элементу сегодняшнего макияжа. Это красная помада. Эта помада у меня от Jeffree Star Cosmetics. Оффлайн в магазинах в России вы ее, к сожалению, не купите. Но если будет возможность ее приобрести, то попробуйте. Ну вот и все. Макияж готов. Мы готовы к новогодней ночи. Осталось с собой взять только пудру, консилер и помаду. Спасибо, друзья, что посмотрели меня. Всем хороших праздников и хорошей новогодней ночи. Субтитры создавал DimaTorzok